О китайском чуде говорили и на последнем саммите Большой Двадцатки. Впервые в истории он был в виртуальном. Лидеры ведущих мировых держав общались друг с другом по видеосвязи. Решали, как же остановить пандемию. Российский лидер призвал своих коллег отказаться от принципа «каждый сам за себя». Все вроде бы согласились, но вот по факту почти все страны предпочли занять позицию «моя хата с краю». С подробностями Максим Драгнев. Деньги, как вирусах, миллионы, миллиарды, и все идут на борьбу с коронавирусом. Закупают маски, лекарства, оборудование. Мир готовит финансовую инъекцию. Но это не панацея. Состав вакцины обсуждают лидеры G20. Необходим общий план действий для стабилизации ситуации. Поддержки наших экономик и восстановления доверия на мировых рынках. Лидеров 20-ки разделяют тысяч километров, но у Макрона на столе все равно антисептик. Лекарства их поставки стали еще одной темой саммита. Россия выделяет на борьбу с вирусом больше процента ВВП. Чтобы остановить пандемию, создают общий фонд – 5 триллионов долларов. Не менее важно на период кризиса создать так называемые «зеленые коридоры», свободные от торговых войн и санкций для взаимных поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологии. В идеале мы должны ввести мораторий, солидарный мораторий на ограничения в отношении товаров первой необходимости, а также на финансовые транзакции для их закупок. Путин призвал вместе заняться разработкой вакцины. Идею поддержал Китай. Там начались испытания сыворотки на добровольцах. Китайская сторона готова делиться практикой в сфере профилактики и контроля заболевания, развивать исследования и разработки в области создания вакцины и помогать тем странам, где произошла вспышка коронавируса. Я убежден, что благодаря солидарности и взаимопомощи мы одержим победу. Лидеры выходят на связь кто откуда. Канадский премьер Джасин Трюдо говорил из дома, он на карантине. Вместе на экране, но пока каждый сам за себя. В свою экономику США вкачивает целых 6 триллионов долларов. Четыре на кредиты и гранты для поддержания занятости, два на прямую помощь. Каждый американец получит по 1200 долларов, если его доход менее 75 тысяч долларов в год. А каждого ребенка также начислят по 500 долларов. Этот законопроект обеспечит срочную поддержку семьям, работникам и предприятиям. Тут нет чуда. Помощь жизненно необходима. 6 триллионов долларов. Мы подготовим почву для хорошего отскока во второй половине года. Китайцы тоже помогают своему рынку. Правда, цифры скромнее. 344 миллиарда долларов. Деньги идут на поддержку небольших компаний. А это 80% бизнеса Поднебесной. Местные власти выдают компенсации в размере декларируемой прибыли. В некоторых регионах перешли на прямые выплаты населению. В Гонконге, например, каждый взрослый получил по 1280 долларов. Это должно оживить спрос. Народ стал выходить и в городе, и в деревнях. Теперь хотя бы можно овощи купить спокойно. А вот российский Центробанк пошел своим путем. Даже ключевую ставку оставил прежний. За что подвергся критике от бизнесмена Олега Дерипаски. Тот решил сам закупить 250 тысяч мобильных тестов для выявления инфекции. Владимир Потанин пожертвовал миллиард рублей социально незащищенным согражданам. Столько же компании Mail.ru и Альфа-групп А.Яндекс выделят более полутора миллиардов рублей на программу помощи людям. В том числе оплатит такси для социальных и медицинских служб. Антикризисный план предложил Владимир Путин. На следующее утро правительство все оформило. Мы планируем предоставить малым и средним предприятиям специальный кредитный продукт. Это беспроцентный заем на неотложные нужды и в первую очередь на выплату заработной платы сотрудникам. Для этого мы запускаем программу субсидирования кредитов с нулевой ставкой для предпринимателей. Ставлю задачу, чтобы первые предприниматели получили уже такие кредиты на следующей неделе. Теперь можно отсрочить кредиты и налоги на полгода, а микропредприятиям дали отсрочку по страховым взносам. Саму ставку снизили вдвое. Банкротить компании и взыскивать с них налоги и штрафы не будут полгода. Все лишь бы поддержать малый и средний бизнес. В России почти 300 тысяч предприятий, а это 4 миллиона занятых. Помощь своевременно ее ждет малый бизнес. Фитнес-клубы, салоны красоты, стоматологические клиники, кинотеатры, массажные кабинеты, бани и сауны. Все закрыто. Точкам общепита пришлось поменять режим. В этом греческом ресторане в центре Москвы перешли на доставку со всеми удобствами. Специально обученный человек, который может рассказать о блюде, практически официант-курьер, можно так назвать. Как гермес, он полетит домой. Кухня превращается почти в операционную. Обеззараживают все, даже пластиковую посуду. У нас здесь все стерильно, здесь мой сын ест. То есть все антисептики, все лампы, все соблюдено. Повара даже в перчатках обрабатывают руки антисептиками. Закрытые гостиницы, но этот отель нашел выход, не нарушая закон. Он предлагает постояльцам остановиться в центре Москвы на месяц. Сейчас мы предлагаем нашим гостям воспользоваться таким специальным предложением долгосрочного пребывания. По стоимости аренды однокомнатной квартиры в центре, мы находимся в самом центре Москвы, от нас буквально 15 минут пешком до Кремля. На помощь бизнесу стремились во всем СНГ. В Беларуси Нацбанк разрешил кредитные каникулы. В Казахстане малый и средний бизнес может не платить налоги три месяца. В Грузии на семь месяцев освободили от налогов туристические компании, рестораны и гостиницы. А в Кыргызстане налоговики решили на время приостановить свои проверки. Максим Драгнев, Александр Зазуля, Маргарита Грылова, Эдуард Абадзинский. Программа «Вместе». Программа «Вместе». Программа «Вместе».